Дорогие родители, всем привет! Сегодня 34-й урок по детскому курсу Puzzle Piano, который я составила для деток у 4 до 10 лет, которые занимаются в домашних условиях вместе со своими родителями. Сегодня мы пройдем с вами новое понятие «хоровод», а также затронем тему уменьшенного трезвучия седьмой ступени в мажоре. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. И давайте начнем. Для проведения урока преподавателю или родителю понадобится фортепиано, методическое пособие или подписка на курс Puzzle Piano в приложении для айфона или айпада iTunes U. Также флешка с видеозаданиями, если вы не подписаны на канал Your Piano на YouTube. Выполните упражнения. Повторите песенки, на которыми мы сейчас работаем. Про апельсин, кораблик, ложка, песенка кота Леопольда. Выполните упражнение «Постановка рук». Сейчас мы играем первые три упражнения Ганона без остановок на последней ноте до конца. Задание для вас также на ноты второй октавы. Я советую продолжать работу с карточками и работу в программе «Нотворкс». Сегодня новое понятие – хоровод. Хоровод – это древний, народный, круговой, массовый, обрядовый танец, содержащий в себе элементы драматического действия. Русский народ на протяжении истории создавал высокохудожественные и мудрые былины, сказки, изысканные переплетения кружев, изделия из глины, резьбу по дереву, вышивки, множество народных песен и танцев. Визитной карточкой, конечно же, является и русский хоровод. Основное построение хоровода – это круг, его круговая композиция, подобная солнцу, и движение по ходу солнца, как хождение за солнцем. Это все берет начало из старинных языческих обрядов славян, которые поклонялись могущественному богу солнца – Ериле. Начинался хоровод часто таким образом. Две-три девушки становились посреди улицы и начинали играть песни. К ним постепенно присоединялись другие девушки. Затем также постепенно подходили молодые мужчины, которые приходили нередко с гармониками, скрипками, бубнами и другими инструментами. В хороводе всегда проявляется чувство единения и дружбы. Участники, как правило, держатся за руки, иногда за один палец, мизинец, часто за платок, шаль, пояс или венок. В некоторых хороводах участники движутся друг за другом, сохраняя строгий интервал. По содержанию, по характеру, форме русские хороводы делились на четыре группы – весенний, летний, осенний и зимний. Каждый рисунок, каждое построение хоровода имеет свое определенное название. Например, круг, воротца, восьмерка, колонка, корзиночка, карусель и т.д. Эти определенные построения называются фигурами хоровода и являются его составной частью. Посмотрите видео, которое я предлагаю, в тематических видео для использования на этом конкретном уроке. Ссылочку вы найдете в описании к этому видеоуроку. Перед вами выполнены упражнения из прошлого урока. Спасибо, что посмотрели. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их внизу, я по возможности на них отвечу. Ссылочки на тематические видео для использования на этом конкретном уроке я, по традиции, оставлю в описании к этому видео. Если вы хотите заниматься в тренде эффективнее, то занимайтесь по схемам проведения уроков. Ссылочку на это видео я также оставлю внизу в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если урок вам мой понравился, а информация оказалась для вас полезной и интересной. Увидимся на занятиях. Подписывайтесь на мой канал.